Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1504. Событие дня. Иоанн 13.13. Вы называете меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то за 24 января 2020 года. И наше обращение о помощи. В старости кто-то помог бы приобрести комбайн, но это не 2 рубля, конечно, стоит. Четыре ролика, как они живут, что без обмана все. Вот написала письмо мне Елена Гладощук, а я ей говорю, слава Христу Иисусу. А вот если бы меня с собой взяли, то разве хуже было бы? Я готов хоть сейчас. Она меня свозила, я там заснял. Уже 5 часов прошло, 2000 просмотров. Это переписка тех, которые в нашем, говорят, счастье. Не люблю это слово, но в нашем Содружестве так назову. Вот все можно считать, тормозить курсором и поднимать. Много мест изписания приводится, новинки. Вот и мой случай из моей жизни. Когда я работал прорабом и жил в мастерской, где было холодно, то сделал себе настоящий гроб. Ночью зложился и закрывался крышкой, и мне было тепло. Но когда утром пришла работница, и я на ее глазах поднял крышку и восстал, она едва не заняла мое место. Мне было 21 год перед армией. Там гробы делали, мастерская была. Но я решил и для себя сделать. Наложил туда стружек деревянных. Тепло было, хорошо. Работаю долго, без выходных. Доброе. Работаю. И вот пишет в леске. Дорогой Игнатий Хихович, мир вам. Смотрим послание 2020-го Владимира Владимировича Путина к федералам. И видим, что трибуна с президентом стоит внутри круга, очерченного белым светом. А напротив трибуны патриарший клобук. Что за оккультизм? Интернет жужжит про это. Ролик на эту тему поставьте. Страна в шоке. Шаман в Якутии. Белый круг вокруг ВВП. И он же в храмах со свящами-новолами в проруби нас держит по-прежнему за недочеловеков, что ли? А зачем же принимать было закон оскорбления верующих? Что заложено в этом круге, очерченным белым светом? Мои знания на уровне повести Ви Николая Васильевича Гоголя. С Богом. А я пишу ей на это. Наше дело какое? 1 Тимофея 2.2. Молиться за сарей, за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Все посмотрел, все. Она говорит, ну вот так и буду отвечать. Оружие у нас одно, любовь и молитва с Богом. Вот как врут академические богословы в кавычках. Ну, в больнице был день, прошедший за 24-ю. Алифтину проведали, Патеримову. Засняли, выставили ролик, видно. Пофотографировал ее, там меня не допускали, все. Она больная, ей нельзя, тем более больная так надо быть. Но не сходится у нас. Боятся снимать, боятся на аудио записать, боятся на бумаге записать. Как всемирный этот совет был, русской зарубежной церкви, там что делали. Все изымали, глядели. Ну, вот так. И тут один вопрос задали. Вопрос 1801. Том с седьмой открытым ухом. Вопрос. Какие житья наиболее нравятся вам? Что вы делаете? Что проповедуете из этого? Я пишу предисловив жития. И вот здесь прочитайте, очень интересно. КОНЕЦ Продолжение следует... 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 Продолжение следует...